Всем доброго дня! Вы на канале Иксбро и сегодня еще одно видео из серии будни немецкого автослесаря. В очередной раз мой товарищ с канала Максон 77 высылает мне видео, в котором упоминает о проблемах немецкого автосервиса. Крышка багажника, вот в этом месте заводской брак или что не дотянули, сползла вниз, било здесь фару и здесь было смещение снизу било. Оказывается вся немецкая аккуратность это не что иное, как просто миф. Кому как не Максу об этом знать, он уже более 20 лет живет и работает в Германии. Провода, крышки и вот здесь прячутся эти болты, которые затягивают. То есть вот этими болтами не отрегулируешь. Давайте просто послушаем, о чем говорит опытный человек. По всему миру есть автосервисы и во многих автосервисах люди не делают, не выполняют свою работу на 100%. То есть иногда здесь не зачищают, не смазывают. Допустим у меня здесь медная паста, есть медный шпрей, чтобы пробрызгать. Макс работает в белых перчатках не заради пижонства, а просто так положено. Только не всегда наличие формы и прочих атрибутов дают истинное немецкое качество. Которое, как я уже упоминал, просто миф. Если его нажать, этот палец, он нажался и остался там. То есть обратно выхода у него нету, не работает. То есть обязательно нужно заменить здесь пасту. Те люди, которые делают свою работу на 60%, поставили новые колодки тормозные. Думают, что на этом все, ничего подобного. Эти пальцы нужно вытаскивать и менять смазочку. Почему? Да потому что она со временем становится тягучей. Максу довольно-таки часто приходится переделывать работу за своими коллегами и из других немецких автосервисов, о чем он охотно рассказывает мне. Ну а я рассказываю и показываю вам. В сервисе, когда я, допустим, был в отпуске, отдавали наши машины в сервисы ремонтировать. Я обратил внимание, что умудрялись молотком бить, выебить и даже не заменить, не зачистить и тому подобное. Что происходило потом. Изнашивался диск, изнашивалась колодка. Короче, все по-новому. Поэтому надо обязательно убрать старую смазку и нанести новую. Сейчас покажу, как она будет двигаться после замены смазки. Вот, в общем, я сейчас заменил смазку. Посмотрите, что происходит. Я нажимаю ее. Это детально. Она выходит обратно. Сленги автослесарей называются солдатик. И все знают, что она должна смазываться. Но вот немецкие специалисты, что называются, на это просто забили. Было у меня такое приключение. Я ездил в сервис, разбирался, почему они поменяли тормозные колодки. Там немножко по-другому система. Ну, в общем, они говорят, это, возможно, порвалась резинка. И за 9 месяцев, пока машина ездила, там заржавело. И, в общем, естественно, колодки и тормозные диски пришли в негодность. Я говорю, да, все бы ничего. Но остался след от молотка, когда они пытались этот палец сбить. То есть, видно было, что у него сбивали. При этом не вытащили палец, не почистили, не зачистили. В общем, так поставили. Но, естественно, ушаталось все. И потом пришлось... Макс не просто слесарь. А еще он отвечает за выпуск автомобилей на маршрут. И ему часто приходится иметь дела со сторонними автосервисами, когда своя бригада с работой не справляется. И никогда не понимал этого выражения. Машина без пробега по СНГ. Скажу вам, что в Германии зимой, если машина замерзла, засыпана снегом, или же замерзли стекла, они сначала очистят стекла, после чего заводят машину и трогаются с места. Поэтому, сами понимаете, что для моторов. А последнее время моторы никуда не годны. Хватает, допустим, на вот этих Вольцвагенах. Ну, хотя бы, чтобы на 150 тысяч километров хватило. У немцев запрещается прогревать движки. Надо беречь экологию. Поэтому они садятся за холодную машину и по газам. В общем, подписывайтесь на канал Макса, на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Говорите то, что думаете. Всем пока!